Итак, мы продолжаем серию видеоуроков о визуализации данных на карте. Сегодня в нашем последнем видеоуроке мы посмотрим, как поделиться готовой картой, а также как встроить ее на свой сайт. Во время прошлого видеоурока мы визуализировали набор с данными о многофункциональных центрах получения государственных услуг и получили карту, с помощью которой стало намного удобнее найти ближайшие МФЦ и посмотреть контактную информацию. Сервис карты ДБ позволяет делиться созданными картами, при этом создавая для каждого вида полученной карты свою визуализацию, своего рода принт-скрин. Для понимания сначала мы загрузили данные и настроили вид карты, и выбрали вид отображения данных. Для одного типа получения карты с метками данных можно создать несколько конечных визуализаций, которые будут отличаться, например, подложкой карты. Для создания визуализации нужно нажать на кнопку Visualize в верхнем правом углу экрана и придумать название своей карты, после чего нажать на Create Visualization. Теперь открывается окно, в котором на карту можно добавить элементы и метки, которые будут видны именно в этом варианте визуализации. Так, добавим текст названием карты и небольшим пояснением. Здесь можно поменять шрифт, размер и цвет текста. Также можно посмотреть, как карта будет выглядеть на мобильном устройстве. Войдя в основные настройки визуализации, можно изменить подложку карты, а также добавить или убрать кнопки навигации и, например, возможность развернуть карту во весь экран. Теперь, когда мы до конца настроили визуализацию, нажмем Share в правом верхнем углу, чтобы поделиться результатом. Первый вариант – поделиться с помощью ссылки, открыв которой мы попадаем на страницу созданной визуализации. Карта интерактивная, можно приближать, удалять и нажимать на точки. Также можно посмотреть название и описание карты, прокомментировать ее и посмотреть, кто создал карту и на основании каких данных. Следует иметь в виду, что в бесплатной версии карты ДБ все наши данные будут доступны для просмотра, поэтому я делаю еще раз акцент на том, что мы визуализируем именно открытые данные, которые не содержат никаких конфиденциальных данных. Второй вариант позволяет скопировать код карты и вставить ее на свой сайт. Для примера я размещу эту карту на сайте Теплица. Посмотрю, как будет отображаться карта и вижу, что надпись с ее названием слишком велика для дизайна нашего сайта, поэтому, возвращаясь в визуализацию, уберу надпись и просто включу отображение названия и описание. Нажав еще раз на шею, я получу новый код и снова размещаю его на странице нашего сайта. Теперь карта отображается хорошо. Проверю, как это работает и посмотрю, какие МФЦ есть в Иркутске, вводя название города в поле поиска. И также посмотрю МФЦ Москвы. Возвращаясь обратно в окно визуализации карты, я нажимаю сверху справа на Edit, чтобы создать копию этой визуализации. Это полезно тогда, когда вам нужно создать похожую карту, но при этом с небольшими отличиями. Придумав название новой визуализации, я изменю подложку карты, а также в настройках типа визуализации данных выберу интенсивность и назову ее карты плотности. Повторяя уже ранее проделанные шаги, я получаю код новой визуализации и размещаю ее на нашем сайте. Теперь мы видим, как два этих варианта выглядят рядом. Мы сделали две карты из одного набора данных, но применили разные настройки. Возвращаясь в свой профайл на карту ДБ, я вижу, что у меня есть две созданные визуализации, которые доступны всем и которые при желании я могу очень просто удалить. Важно понимать, что удаляя визуализации, ваша таблица с данными остается и никуда не девается. Если сделать аналогию, то данные – это яблоко, а визуализация – это фотографии яблока с разных ракурсов и в разных местах. Удаляя фотографии, яблоко остается. Таким образом, с помощью хорошего набора открытых данных и карты ДБ мы создали полноценный сервис, который помогает найти ближайший для пользователя многофункциональный центр, получение государственных услуг. Считаю, что это стало хорошим ответом на вопрос, зачем использовать открытые данные и визуализировать их на карте. Субтитры создавал DimaTorzok